Накидка у неё. Накидка. Хорошо защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергии Абсолюта. Берём Оксану в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Оксаны поднимайся в комнату диагностики. Пошёл подъём. Мы на месте. Хорошо мы приветствуем Оксану. Интересуемся готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Накидку видишь, да, Вера? Да. Отправляю её в клетку-тюрьму. Один, два, три. Ей плохо от неё. Понятно. Хорошо. Накидка в тюрьме. В клетке. В клетке. Хорошо. Я даю команду на счёт 3. Скэнер сканирует пространство над головой Оксаны. Под ногой. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Оксаны. Находит всё. Отдельно выстраивает накидки канал к ответственному и притягивает его, где бы он не находился. Один, два, три. Стоит в клетке. Дракон. Хорошо. И бес у неё. Бес и дракон. Я говорю, два канала там было. И бес. Хорошо. Считай. Какой дракон? Красный. Считай у него цифры над головой. Слово почему-то идёт жаркий. Считай, пожалуйста, цифры над головой дракона. 36.18. Ну, это не случайно зашёл. Этот будет сегодня наказан. Хорошо. У беса считай цифры над головой. 8. Хорошо. Так. Скэнер закончил сканировать? Да. Два канала у нас, да? Да. Или три к накидке? К накидке есть канал тоже, да. Понятно. Хорошо. Накидка. Накидка синего дракона, я понял, да? Красного. Эээ, пардон, красного дракона. Жаркого. По его словам, жаркого, да? Угу. Хорошо. А как ты сможешь лететь? Я тебе сейчас охлажу чуть-чуть до минус 270 градусов по Цельсию. Ты знаешь, у неё как яд внутри какой-то. Я не знаю, дракона это или нет. А ну, подожди, Вера. Давай сделаем так. Снимаются все маски и голограммы. Все фантомы представятся гласно своему эфирному коду ДНК в клетке-терме. И если дракон с кем-то ещё связан по каналам, на счётре я притягиваю ответственного. Один, два, три. Ящер притянулся. Ага, отлично. Вот я вот. Так оно и было. Хорошо, ящер. Ну что, захотел поиграться со мной, да? Ящер. Считай цифру ящера над головой. Триста восемь и шесть. Хорошо, ящер. Я слушаю. На каком основании ты пришёл сюда и привёл дракона красного? Красный дракон, скажи мне, ты должен что-то ящеру? Он тебя взял заложником? Или это было ваше совместное предприятие? Отрабатывает он. Отрабатывает. Хорошо. Ты, да, отрабатывался, можешь получить реально клеймо сегодня. Не от меня, конечно, но ты будешь передан в инстанцию, которая этим займётся. Сейчас. Итак, ящер, я тебя слушаю. Он не воздействует, Вера? Он не воздействует, но он и холодно как-то всё смотрит, но всё. Холодно. Хорошо, давай ещё раз. Равнодушно. Ну давай попробуем, может, ещё он с кем-то связан. И выстраивай канал от ящера, и со всеми, с кем он связан. На счёт три притягивается сюда. Один, два, три. Становится в клетку всех, кто связан с этими энергиями. Он смеётся, никто с ним не связан больше. А чё ты смеёшься, ящер? Я что-то смешное сказал? Махает головой, типа, он тебе не будет помогать. Ищи сам. Но он мне не будет помогать. Защита у него есть оболочка. Но он не будет рассказывать там. Хорошо, Влад, сожги эту оболочку лазером на счёт три. Один, два, три. Готово. Хорошо. На счёт три в моих руках появляется шар энергии от мана. Один, два, три. Мне нравится. Выстраиваю луч от меня до ящера и бью его мощнейшим ударом коротким энергии от мана. Один, два, три. Удар. Обжигает она его. Хорошо, я тебе второй раз. У тебя три попытки есть. Третье это будет галактическое ядро. Итак, ты будешь отвечать на мои вопросы или нет? Чё надо. Влад, дай ему мощнейший удар лазером. Один, два, три. Удар. Научись разговаривать. Нариот, хватит меня сжечь. Открывается передовой клеткой портал в галактическое ядро. Один, два, три. Смотри, ящер, туда, внутрь. Ты не имеешь права. Закрывая портал в галактическое ядро, я повторяю третий и последний раз. Рассказывай всё. Ну, что теперь рассказывать? Как ты зашёл и почему ты зашёл и когда ты зашёл? Ты зашёл после моей чистки. Значит, ты сделал что-то, что, на мой взгляд, связано с моей работой. Не ко мне ли ты пришёл случайно, ящер? Проверяй. Не к тебе. Нет, хорошо. Это мы уже хотя бы решили. И объясняет твоё присутствие здесь. На ком основании ты пришёл сюда? Мне не надо основания. Ты что, ты себя считаешь за какую-то сверх такую цивилизацию? Или как тебя понять? Что значит тебе не надо? А тебе разрешение кто-то давал на вход в биополе человека? Я не спрашивала. Хорошо. Ну, всё, с тобой всё понятно. Как долго ты находился в этом биополе? Накидка 10 дней стоит. 10 дней. Что ты установил в её биополе? Мои энергии запустил. Хорошо. И дракон красный. Что ты установил в её биополе? Ну, дракон, получается, эту накидку контролировал. Хорошо. Бес, когда ты зашёл и почему ты здесь находишься? Бес говорит, я не с ними. Я надеюсь, потому что они не уйдут сегодня на свою чистоту. Это однозначно. Итак, объясняй. Когда ты зашёл и почему ты находишься в её биополе? Портал дома. Вышёл да зашёл. Кружился, кружился. Ослаблена она была. У неё портал в доме? Да. Хорошо. Вот это мне информация, в принципе. 12 дней. 12 дней ты находишься. Понятно. Портал не закрыт. Его никто и не закрывал. Я полагаю, Вера, мы не чистили эту квартиру, нет? Нет. Боль у неё там внизу. И через боль он зашёл. Слабленный. Понятно. Хорошо, Бес. Что ты установил в её биополе? Носки. Давай, выходи. Вытаскивай свои носки. Снимай их. И возвращайся назад в калетку-тюрьму. И докладывай у меня готовности к проверке. Готов. Я даю команды на счёт три. Включаю Оксане внутренний белый свет. 1, 2, 3. И весь его огонь. И формируется в шар. Весь яд ящера выходит, летит в этот шар. Выдавливаем его светом. Ты знаешь, шара два. Один красный, такой полыхающий. Она его выдавила. А второй её просто вот этим как ядом вырвало. Вырвало. Коричнево. Всё есть, да? Да. И оба шара отправляются в одну клетку в соседнюю. 1, 2, 3. Хорошо. Всех этих я только... Оксана говорит на Беса, что он ей больно делал. Он качался у неё на ноге. А, понятно, Бес. Так тебе кажется, хулиган, я смотрю, да? Ну и что мне с тобой делать? Что, Оксана? Я больше не буду. А что Оксана хочет с ним сделать? Как она хочет его наказать? Надо, чтобы он всё забрал из дома и ушёл. Она это хочет. Бес. Ты должен забрать всё, что Оксана сказала. Я тебе просто объясняю, почему. Потому что если вдруг Оксана даст мне задание, чтобы я пришёл и почистил её квартиру, я тебя встречу, я тебя узнаю, тогда ты уйдёшь реально на переработку. Поэтому прислушайся к этим словам, что говорит человек. Это её дом, это её биополе. Тебе это понятно? Здесь я больше не буду, уже не прокатит. Понятно ему. Он коляску показывает. Там он обитает. В коляске. У тебя будет сегодня время, я тебе разрешаю сегодня забрать всё и в течение одного часа уйти из дома. Если после этого времени поступит какая-то жалоба на тебя, я могу без огромного предупреждения просто зайти в квартиру и словить тебя. Я не хочу это делать, но я могу. Чтобы это не случилось, придержись своей части обещания. Всё понятно? Говорит, что ты спортивный. В тупик его поставил. Да, согласен. Готов уходить? Готов. Поэтому я противный. Но в твоём мире это считается комплиментом, правильно? Ему теперь нужно новый дом искать. Я тебя прошу, бес. У тебя никогда и у твоих друзей никогда не было проблем найти себе новый дом. Я тебе сказал просто насчёт этого человека, насчёт этого дома. Всё остальное ты можешь сделать, как ты хочешь. Понял, я понял. Всё. Готов уходить? Готов. Открывается внизу против часовой стрелки портал на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает всё, что он с собой принёс, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Так, приближаемся ко второй части нашего представления. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушайте. Ли, я тебя приветствую. Посмотри, пожалуйста. У меня здесь находится очень наглый ящер, 386-й. И дракон 3618, который красный, который отрабатывает у ящера, он его заложником взял. Он сжёг клиента. Рядом в клетке яд находится, как одного, так и другого. Я так и не понял, на что он зашёл. Он мне не объяснил, не хотел коммуницировать. Ты не могла бы... Под накидкой и энергиями дракона и ящера открывается порта в галактическое ядро 1, 2, 3. И всё это улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Дракон, ты готов уходить на свою чистоту? Да, готов. А тебе не кажется, что ты должен поблагодарить за то, что с тобой так? В принципе, ещё... Благодарит он Оксане, он, к сожалению, своё выражает. Абсолютно верно ты сделал, правильно. Это говорит о том, что у тебя есть осознанность, в отличие от этой рептилии, рядом с тобой стоящей. Не попадая в капканы, дракон не придётся отрабатывать. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона 1, 2, 3. Красный дракон уходит на свою чистоту, закрывая, опечатая, растворяя. Готово. Хорошо. Что у нас в клетке? Забрали ящера, они пусто. Пусто. Включая высоковибрационные фиолетовые лучи, вытесняясь за пределы этой комнаты, всё, что осталось от интерферентов. Да будет так, а так и есть. Хорошо. Давай заправим Оксану. Посмотри, пожалуйста, сколько нужной энергии, какая частота вибрации? 320 и 25. И на счёт 3 в макушку головы Оксаны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошёл подъём. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Вера. Будем возвращать Оксану назад в её биоробот. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Оксаны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем её к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошёл подъём. Я на месте.